Всем здравствуйте! Сегодня на обзоре показ винтажных полок с немецким фарфором. Сегодня рассмотрим 9 полок. Я очень люблю птиц на фарфоре. В моем магазине полка с птицами должна была быть точно. Тарелки с куропатками и с разным декором. Тарелочки более 24 сантиметров. Здесь такой белоснежный фарфор, а в центре медальон вот этих прелестных куропаток. На второй тарелке уже другой декор с добавлением лаванды. Уж очень мне нравятся эти прелестные тарелки. А самое главное, здесь красивый белоснежный фарфор. Все выделено золотом. По клеву это мануфактура Куба. Германия 60-70-е годы. Подвесы можно снять и использовать просто как сервировку. Поэтому, если вас заинтересовали такие чудесные тарелки с птицами, то пишите мне на WhatsApp. Следующее изделие это авторское изделение массовки. Это полностью ручная роспись с изображением таких чудесных журавлей. Снова любимые птицы. Обратите внимание, какое нанесение золота. Используется здесь 24 карата. Каждый листочек, каждый цветок, веточка. Это все ручная работа для истинных ценителей и собирателей редких предметов. Золото горит и сияет. Его абсолютно здесь не жалели. По клейму это Кайзер. Серия посуды называется Paradise. Это 70-е годы. И также стоит подпись самого дизайнера и автора этого редкого изделия. А эта чудесная птичка приехала ко мне из Италии. Для тех, кто собирает статуэтки, изображения птиц. Я думаю, что такая прекрасная скульптура точно для вас. С таким удлиненным хвостиком. Здесь изображение такого цветочка. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Следующее изделие фарфоровая шкатулочка. С такой вот прекрасной синичкой. И с таким декором одна из моих прекрасных подписчиц приобретала себе сухарницу. У меня в наличии осталась прелестная белоснежная шкатулка с золотым декором. И она просто чудесная. Оформлена в виде таких полусверт. Достаточно пузатая. И самое прекрасное, что на дне самой шкатулки есть вот такая птичка. От мануфактуры Фюстенберг, Германия. Это 60-е годы. Мануфактура очень сильно ценится среди коллекционеров. Из последней немецкой распаковки в родной коробке пришла вот такая подставка для зубочисток. И там внутри были родные зубочистки, которые шли в комплекте. Изображение уточек. Декор выполнен с одной стороны. Я думаю, что это английский фарфор. 70-е, 80-е годы. Старинная статуэтка птицы. Это довоенное или послевоенное время. По клейму это Шерхольц. Длиннохвостая. Я сама собираю статуэтки с птицами. Очень сильно их люблю. И знаю, что есть очень много коллекционеров, которые увлекаются именно скульптурами птиц. Такая немецкая птичка есть у нас в ассортименте. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Рядом очень нежная цветочная полка. Давайте мы ее рассмотрим. В основном здесь изделие от французской мануфактуры Limoge. Но сначала я вам покажу прелестную шкатулочку с фарфоровой вставкой. Это полностью ручная роспись. Есть такие бронзовые основания. Изображена пикантная сцена. Прелестная фарфоровая шкатулочка. И самое главное, я изначально подумала, что это Limoge. Но нет, это оказалось в Германии до 1920 года. Предмет антикварный. Скорее всего, здесь было зеркальце. Состояние для своего возраста очень хорошее. Замечательная шкатулка для любителей розового фарфора. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Имбирная ваза с прекрасным пастельным декором. Очень нежная, утонченная. Здесь такой белоснежный фарфор. Подрисовки золотом 24 карата. Букетики выполнены в таком вот пастельном стиле. По клейму это Kaiser, Германия, 70-е годы. Волшебная форма. Кто собирает чайницы и имбирницы, это истелия для вас. Знаете, что я обнаружила? Два истелия от одного и того же художника. То есть, та тарелка с птицами подписана тем же самым дизайнером. Я вижу такое впервые. Любимый розовый фарфор. Сама нежность. Здесь великолепные кромки. Они оформлены как такие вот кружева. Объемные букетики цветов по стенкам. Вы, наверное, знаете, как изделие из розового фарфора ценится среди коллекционеров. По клейму это Huchin Reuter. Серия посуды называется розовый фарфор. И такие прелестные розеточки в наличии у нас 4 штучки. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Из этой же серии от Huchin Reuter есть 4 закусочные тарелки. Можно собрать такой комплект. 4 розетки, 4 закусочные. Такая же католочка. Это снова Франция. Розовый фарфор. Великолепный медальон цветочный. Золотые подрисовки. Медальон выделен на таком вот белоснежном фарфоре. То есть с прочистками. По клейму это лимош. Чудесная крышечка. С такой вот квадратной пимпочкой и золотом. Такая вот она волшебная. Снова Франция. Уникальный предмет. Чайничек. Может служить даже как кувшинчик для воды, для молока. Прелестная роспись. Здесь такие нежно-пастельные розочки. Но главное, это сама форма. Чайник достаточно крупный. Пузатый. Здесь очень уникальная ручка. Она в стиле ар-де-ко. Только такая перевернутая. Короткий носик. Объемная крышка. Форма полусферы. Такая тоже пузатенькая. И повторяет роспись на чайнике. Чайничек роскошный. Я такое изделие вижу впервые. Здесь даже под ручкой есть роспись. И с другой стороны такой же богатый рисунок. Вот этих прелестных нежных роз. По клейму это мануфактура Лимоша. Франция. Я никогда такие формы не встречала. Для меня это новое открытие. Из этой же серии посудок ко мне пришло такое блюдо. Оно очень красивое. Вот эти разбросанные цветы. Великолепное состояние. Выполненное такими вот медальонами. Обратите внимание, на каждый цветочек он выделен ручной росписью. И самое главное, здесь объемные листья, которые чувствуются пальчиком. Фарфор белоснежный. Золото 24 карата. Это такая вот крупная сухарница. Следующая редкая изделие от Лимош. Но этот предмет совсем не простой. Здесь добавляются уже бронзовые основания. Такая посуда является очень редкой, дорогой, элитного класса. Клеймо точно такой же. Это одна серия посуды с таким же одинаковым декором. Золотые подрисовки. 24 карата. Обратите внимание, какие ручки. Они металлические. Вы знаете, как сильно я люблю фруктовую тему на фарфоре. Эта полочка собрана с фруктовым фарфором. Первая такая пашотница. Здесь виноградные листья. Цвета Тиффани. Безупречное состояние. Белоснежный фарфор. Волнистые края рельефа. Не так часто встречаются пашотницы у нас в ассортименте. Предположительно, что это Германия. Очень красивая форма. И наш любимый цвет Тиффани. Наверное, самая яркая это сухарница с зелеными кромками. Я сейчас про нее вам расскажу. Кто любит этот оттенок на фарфоре, то этот предмет конкретно для вас. Здесь изображение фруктов. Расписано золотом. Оно горит и сияет. Белоснежный фарфор с такими прочистками. А в центре изображен виноград и орехи. Скорее всего грецкие. Самое удивительное это клеймо. Мануфактура Рига. 15 группа. И это клеймо ставилось в 50-е годы. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите меня на WhatsApp. А это антикварный предмет. Кофейник. Ковшинчик. С изображением винограда. Здесь уникальная форма. С такими хвостиками. Жемчужинками. Прорезанный фарфор. Красивая пастельная цветовая гамма. Выполнены шикарные формы. Например, книзу такая волнистая юбочка с определенными медальонами. Крышка с волнистыми краями. На изделии прослеживаются рельефы. Очень красивая пимпочка. Состояние прекрасное. Это Германия. Антикварное клеймо. Такое стоилось до 1920 года. И теперь я держу в руках антиквариат. Обратите внимание, что с обратной стороны здесь такой небольшой виноград. Может быть и кофейником, и кувшином для воды, и для молока. Но все-таки это музейный экспонат и настоящий антиквариат. Если говорить об антиквариате, есть такие две чудесные тарелочки с изображением фруктов. А именно здесь груши и вишни. По кромкам разбросаны разные фруктовые композиции. Красивые выделенные медальоны. С такими вот жемчужинами снова краями. Волнистыми. Тарелочки очень яркие и насыщенные. И одна из тарелок уже уехала к моей прекрасной подписчице. В наличии осталось две штучки. По клейму это мой любимый Шуман. Клеймо, которое ставилось до 1920 года. Эту полку я оформила в изделии Артыко. Или в стиле Артыко. Снежный соусник. Сразу мы можем рассмотреть роспись. Такие геометрические элементы. Пастельные, но при этом и яркие. И эту роспись обычно делали в период 20-30-х годов. Клеймо этого соусника еще более интересное. Предмет сразу на такой вот тарелочке. Оформлено все волнистыми краями. И по клейму это Бавария. Клеймо такое ставилось до 1920 года. Из этой же серии, как и прошлый соусник, я покажу вам такую чудесную шкатулку. Она уникальная. Такая треугольная. Здесь каждая стенка снова оформлена. Вот вы эти прекрасные геометрические элементы. Лыжечка здесь такая граненая. Здесь каждая стенка объемная. И на ней выделен геометрический элемент. Сама шкатулочка на таких вот решках. Такие предметы можно взять парно. Дальше уникальная, безумно красивая квадратная тарелка. Вы знаете, как редко встречаются такие изделия. Именно квадратные. Здесь очень богат цветочный декор и орнамент. На тарелке даже сочетаются цветы. Вот с этим моим букетом. А это бальмонерка. Но уже в стиле арт-деко периода 60-70-х годов. Вы можете обратить внимание на вот эти прекрасные геометрические декоры. Они выполнены в очень красивых пастельных оттенках. Бальмонерка удивительная. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Арт-деко это мое направление в плане коллекционирования. Изделия такие только растут в цене. И в целом они смотрятся очень эстетично. Перехожу сразу на самую нижнюю полку. И навстречают сине-бело-нежно-голубой декор. Вот, например, такая немецкая тарелочка, посвященная Рождеству. Она датируется 1971 году. На ней прекрасные детишки. Прослеживается очень теплая и уютная атмосфера. И по клейму это Баройтер. А это антикварное блюдо-ладья под названием Сухоцветы. Она датируется с 1891 года. Здесь такой нежно-голубой декор. Полностью ручная роспись, волнистые края. Интересные рельефы. Плюс дополнительно идет прорезной фарфор. Блюдо удивительное. И оно прямо такое глубокое. Безумной красоты. Мне нравятся на нем вот эти прорезные ручки. И сама лаконичная форма. Никак не могу привыкнуть к тому, что есть такие изделия, которые могут заменить картины. Ведь на фарфоре могут быть такие яркие изображения. Например, вот эта очень теплая тарелочка, ладья с изображением такой сельской местности. Деревья, дом, дача. И оформлена, хоть это и Европа, но в таком русско-традиционном стиле кжель. По клейму это Зальдман Майден, 70-е годы. Подписано также, что это все ручная роспись. Какое же это все-таки чудо, держать такие предметы в руках. Собирая такую посуду в цветовой гамме, эти изделия для вас. Они у нас не так часто встречаются. И это из европейского фарфора все, что осталось. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. А здесь очень нежная полка. И давайте мы сразу приступим ее рассматривать. На европейском фарфоре многие не могут определить, ручная роспись или деколь. Но я уже научилась. Сразу могу понять, какие изделия подрисовываются вручную. Какие изделия это переводная наклейка. А какие изделия уже являются авторскими и с ручной работой. Например, такая сухарница, небольшая тарелочка на желтом крытье. С изображением нежной сакуры. Это стопроцентная ручная работа. Здесь выделена каждый листочек, каждая веточка. И видна краска. Прямо как у советских изделий. Релка антикварная до 1920 года. И это розенталь. Также на ней стоит подпись художника. А эта чудесная сухарница не оставит никого равнодушным. Обратите внимание на эти красивые пышные цветы. Хоризонтемы, гвоздики, прорисный фарфор, жемчужинный край. Климо это Хевиленд. 40-е и 50-е годы. Оно очень яркое. И мне нравятся вот эти кромки. Каким цветом они выделены. Антикварный кувшинчик, вазочка с такой вот интересной формой ручки. Фарфор цвета айвори. Изображение очень пышного букета роз. Здесь та самая акцентная желтая розочка. Мы ее не так часто встречаем на фарфоре. И по клейму это до 1920 года. Мы сразу обратим внимание, что стоит корона и повария. Красивая форма ручки, носик. Такой удлиненный кувшинчик. И с обратной стороны тот же самый букет. Недавно одна из моих прекрасных подписчиц приобретала тройку с изображением розочек. И как раз таки там тоже прослеживается вот эта желтая роза в окружении малиновых цветов. Я создала группу в WhatsApp. Там мы с девочками общаемся. Я показываю интересные изделия фарфоровые. Также делюсь сценами. Присоединяйтесь. Ссылку я оставлю в комментариях. А если вы не можете присоединиться, просто напишите мне на WhatsApp. Это изделие такая салатница, блюдо с ласточками. И это не перламутр. Это именно люстровое покрытие, которое только дополняет и украшает это изделие. Я лично в нему влюбилась. Тончайший фарфор. С внешней стороны он белоснежный. Блюдо глубокое. Подходит для каких-либо фруктов. Это антиквальная Франция. Лимош. Такие ласточки. Медальон. Очень красивые цветовые сочетания. Любимые зеленые оттенки. С таким градиентом. И если вы обратите внимание, где-то позади этих ласточек целый дом. Настоящий пейзаж. Это чудесная вазочка. Она довоенная. Кремовый фарфор. Яркий букет. Она такая шарообразная. На определенной юбочке. И с интересным горлышком. Здесь такой ярко выраженный букет и разбросанные маленькие цветочки. А самое главное, здесь не подрисованы золотом, а именно нежно-голубой краской. По мануфактуре это Якобс. 40-е годы. Она очень утонченная и необычная. Поэтому, если вас заинтересовали предметы из этой полки, то пишите мне на WhatsApp. Для меня эта полка очень солнечная и яркая. Такая нежная кремовая шкатулка из натурального камня с изображением Анютина глазок. Она приехала ко мне из Италии. Чудесная. Здесь выполнены как такие необычные формы. Она сама по себе квадратная, а внутри уже округлая. Белоснежный подсвечник с изображением бабочек. Покажу вам клеймо. Это мануфактура Лихте. Редкое достаточное изделие, так как именно бабочки не часто встречаются на фарфоре. Он очень массивная, интересная форма. И с двух сторон здесь разные цветы. Было очень много тарелок с разными цветами, с красивыми букетами. И почти все мои прекрасные подписчицы взяли для себя соответствующий букет. Остался вот такой ярко-солнечный, с нарциссами. Здесь такой по кромкам декор зеленоватый. Великолепная тарелка. Очень нежно-качественный фарфор. Белоснежный. Есть подвес по клейму The Royal Dalton Англия. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Когда-то от моей коллеги пришел вот такой фарфоровый клоун. Он чудесный. У него фарфоровые ручки, личико и ножки. А главное, здесь выполнена на лице настоящая ручная роспись. Красивая такая одежда. Яркие цвета. Колокольчик. Все как полагается. Антикварное блюдо с прорезными ручками. Такое овальное, безумной красоты. Здесь прослеживается ручная роспись. Яркие букеты. И такое лимонное крытье. Каждый цветочек полностью выписан вручную. Обратите внимание, какие здесь яркие синие цветы. И нежно-оранжевые. По клейму это норитаки. Ручная работа. Антикварный японский фарфор до 1920 года. Это чудесный подсвечник. Может служить как и скульптурой. С такой вот девочкой с божьими коробками. И здесь кажется подсолнух. Бисквитный фарфор. Я думаю, что все сразу догадались, что это за мануфактура. И конечно, это гебель. И это авторская работа. Крелесная девочка. Я думаю, что это отличный подарок ребенку, подростку. И отличное украшение в любой детский интерьер. Эта полочка. Здесь собраны на очень элитные стиле. Кремовые тарелочки с волнистыми краями. Золото 24 карата. Здесь такие цветочные композиции. По кромкам выделены мелкие цветы. А в самом центре шикарный медальон. По клейму это антикварный Карл Тельдж. И в наличии у нас 4 тарелочки. А эта тарелка вы наверное догадались, что это за мануфактура. Недавно я вам показывала. Здесь такие волнистые края. В центре медальон розы. Разбросанные цветы. И полностью ручная роспись. Это не деколь. Это настоящая ручная работа. Где-то там даже есть анютины глазки. Золотые края. Золото в идеальном состоянии. По клейму это Майсон. В моем ассортименте Майсон встречается очень редко. Точнее почти никогда. Интересное блюдо. Салатник конфетницы. Небольшого размера. Здесь ручная роспись. И этот декор нетипичен для Германии. Да и в целом это и не Германия. Это Франция Лимош. Ведь только такие шикарные букеты бывают на французском фарфоре. Большое внимание обратите на вот эти медальоны. Как такими фестонами. Квадратная сама по себе тарелочка. С золотым декором и с распылением. 24 карата. На этом изделии прослеживается сразу три клейма. Конечно это мануфактура Лимош. Ручная роспись. Очень-очень редкая работа. Поэтому если вас заинтересовали предметы из этой полки. То пишите мне на ватсап. И последняя полка на сегодня. Здесь разные мануфактуры. Но такие чудесные и всеми любимые. Например вот такая. Недавно вам про нее рассказывала. Это Лимош. С изображением очень необычных маков. Для любителей маков это изделие обязательно нужно в коллекцию. Тем более от такой чудесной мануфактуры. Главное и очень необычное. Это редкий декор на фарфоре. В виде грифа. Очень тонкая. Мне кажется она отлично украсит любую коллекцию. И это клеймо Лимош. Здесь аж три клейма. И даже сертификат. Совсем небольшая вазочка для сухоцветов. С таким вот декором цвета Тиффани. И точно с такими же букетами. Есть у нас одно блюдо. Про него я расскажу как-нибудь в других роликах. Богатый декор и рельефность конечно присущим мануфактуре Шуман. Чудесная вазочка с шикарным изображением. Обратите внимание какие здесь пышные цветы и орнаменты. Она просто роскошная. Снова ручная роспись. Вы знаете как сильно ценятся такие изделия среди коллекционеров. Да и в целом ручная работа всегда будет расти по цене. Если вы собираете рябину на фарфоре. А вы знаете что она не часто встречается. Даже в советских мануфактур. Снова Франция и по клейму это Лимош. Здесь полностью ручная роспись. Не только ветки. Но и самой тарелки. То есть это уже не белоснежный фарфор. А имеется определенное напыление краски. Белоснежная сухарница с прорезными ракалиями и рюшами. С нежно-цветочным декором в стиле барокко. Золото горит и сияет. И конечно вы догадались что это за мануфактура. Наш любимый Веймар. Здесь очень красивые нежные розовые цветы. Богатый золотой декор. И знаете у Веймар вся продукция изготавливается на разных формах. И каждая форма названа в честь женского имени. Такая сегодня была первая часть винтажных полок. Даже антикварных. Надеюсь видео вам понравилось. Если вас что-либо заинтересовало с этого ролика. То пишите мне на ватсап. В ближайшее время сниму для вас много винтажных полок. Поэтому следите. Собирайте хорошие вещи. Хорошие предметы. И конечно цените то что у вас есть. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго. До встречи.